привет в этом видео поговорим о сетевом коммутаторе расскажем что это за устройство и как работает выясним нужны ли коммутатор в квартирах а если нужны то какие если смысл брать топовые модели или же это больше нужно профессионалам если в квартире есть кабельный интернет то наверняка есть и роутер через который обеспечивается подключение роутер раздает вай фай а еще в нем предусмотрено несколько разъемов для кабельного подключения где же здесь место для коммутатора если объяснять на пальцах то коммутатор выполняет роль сетевого фильтра или разветвителя тогда как роль роутера можно сравнить с электро щитком только вместо электрического тока идет распределение проводной интернет связи чтобы не было путаницы сразу уточним что lan кабель ethernet кабель сетевой патч корд это в рамках ролика одно и то же коммутатор может понадобиться когда роутер находится в одной комнате а множество подключаемых кабелем устройств в другой без коммутатора придется тянуть каждому устройству отдельный патч корд это неудобно и некрасиво с коммутатором же понадобится лишь один длинный кабель до роутера который гораздо легче замаскировать например спрятать под плинтусом конечно есть вай фай и можно обойтись без проводов но вай фай не идеален помехи от соседей высокие задержки конкуренция между устройствами кабель надежнее коммутаторы бывают неуправляемые это как раз бытовые разветвители нет никакой разницы в каком порядке вы подключите роутер игровую приставку телевизор и все остальное важнее количество портов то есть сколько устройств необходимо подключить и не забывайте что один порт будет всегда занят кабелем к роутеру управляемые коммутаторы значительно сложнее требует тонкой настройки не подключаются как попало и применяются обычно на предприятиях для дома такая техника избыточна и не каждому по силам разобраться в настройке это больше удел айтишников сетевых администраторов и прочих для дома же достаточно простого коммутатора но кроме количества портов есть еще несколько параметров которые надо учесть это базовая скорость передачи данных 100 мегабит для дома достаточно гигабитная скорость пригодится если дом установлен гигабитный роутер провайдер дает скорость выше чем 100 мегабит и есть сервер или сетевое хранилище нас такая гигабитная скорость понадобится например для того чтобы немного быстрее перекинуть файлы с компьютера на рабочий ноутбук это намного быстрее удобнее чем использовать флешки если же коммутатор требуется до подключения камер наблюдения то очень пригодится поддержка технологии по и чтобы питание камеры и передача данных шли через один кабель но технология по это же довольно сложная и достойно отдельного видео прочие параметры вроде размера таблицы mac адресов количество sfp портов и другие для дома скорее всего не понадобятся установить коммутатор довольно легко но стоит обратить внимание на пару нюансов все коммутаторы имеют световую индикацию работы портов проверьте где именно расположены индикаторы и какого цвета си не мешает спать проблему можно решить подручными средствами ну или разместить коммутатор незаметно тут помогут крепления на нижней стороне устройства с подключением все просто если на портах нет дополнительных маркировок то подключать можно как угодно один кабель от роутера другие к потребителям ну и конечно подключаем питание на сам коммутатор то есть свободная электро розетка неподалеку для него тоже понадобится конечно все это мелочи но продумать их лучше заранее коммутаторы помогут подключить несколько сетевых устройств без необходимости тянуть от роутера отдельный кабель до каждого как вариант эту роль на себя может взять второй роутер но он дороже а у простых версий может быть недостаточно разъемов сложные же версии могут потребовать дополнительных настроек и усложняйте пока